Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Давно на моём канале не было книжных распаковок. Давно это с прошлого года. И вот сейчас, в начале января, наконец-то, Почта России донесла до меня целых шесть бандеролей. Я считаю, что половину можно оставить, половину как бы пустить на расход. Содержимое которых должно пополнить мою скромную домашнюю библиотеку. Между прочим, все те книги, которые я получаю, я обязательно прочту, если я их не читал, и перечитаю, если я их уже читал, но считаю нужным, что они должны находиться в моей библиотеке. И давайте посмотрим, что именно мне прислали в 2020 году. Понятно, что отправляли это в прошлом году. Шли бандероли. Год с 2019 по 2020 год. Шли-шли и, наконец, дошли. Поглядим, что же хорошего пришло. Бандероль из Томска. Читать книги полезно. Кто читает книги, тот правит миром. В порядке бесплатной рекламы я расскажу, что хорошие книги я покупаю в основном на интернет-барахолке «Алип.ру», где можно найти очень много и недорого. Валерий Тарасов. «Посиди на камне у дороги». Эта книга вышла в 1981 году прошлого века в западно-сибирском книжном издательстве. Либеральные литературные критики считают эту книгу грязной антисемитской стрепнею. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Я до сих пор слышал об этой книге только отзывы. Ну, а теперь пришла пора прочитать ее и убедиться, правы ли, дорогие товарищи, лейбералы. Валерий Тарасов. «Посиди на камне у дороги». Следующая бандероль долетела до меня из города-героя Москвы. Есть где-то там, на материке на западе, такой отсталый городок. Отсталый настолько, что даже солнце над ним встает на 9 часов позже, чем над Камчаткою, где начинается Россия. Это точно. Посмотрим, что же прислали москвачи. Элигантная крафт-бумага, раньше называвшаяся обертышной бумагой, а теперь являющаяся модной и хипстерской упаковкой. Продолжая тему иудофобской литературы, покажу вот эту книгу, что нам в них не нравится. Автор этой книги Василий Витальевич Шульгин. Да-да, тот самый легендарный Шульгин, который выпускал в добольшевистское время газету «Киевлянин», потом, после большевистского переворота, эмигрировал и вернулся в Советский Союз только в, если я не ошибаюсь, в конце 50-х годов. Здравствуй, Родина моя! Вышит знамя взвесья! И был, соответственно, сослан в маленький городок под надзор КГБ и там окончил свои дни. Василий Витальевич Шульгин. Что нам в них не нравится? Сами думайте, кто такие мы и кто такие они. Следующая бандероль, которая долетела ко мне из города Хабаровска, бывшая из столицы до Белого Востока, сейчас столица переместилась в Белого Востока. Посмотрим, что же за книга ждет меня в этом картоне. да, да. Эту книгу я, естественно, читал, но в домашней библиотеке у меня ее не было, а теперь оно есть. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Это издательство «Имка Пресс» 1972 год. «Имка» – это легендарное издательство, которое начинало как издательство христианской литературы, а потом расширило свой охват. Впрочем, любой может погрузиться в дебри так называемого интернета и узнать, что такое издательство «Имка Пресс». Вторая книга. Надежда Мандельштам. Вдова великого русского поэта Осипа Мандельштама, убитого большевиками. Три книги я распаковал. Четвертая книга прилетела ко мне из города Волжска. Она толста и массивна. И я уже с нетерпением предвкушал. Что это такое? Да, она толста, но не настолько массивна. Видите, как глубоко она запретана в картон. поглядим, что же кроется в этой замечательной картонной упаковке. И первая, и вторая книги, которую мы сегодня увидели, посвящены малому народу. Третья книга Сергея Степанова называется «Черная сотня. Что они сделали для величия России?» Эта книга вышла семь лет назад в Москве в издательстве Яуза Пресс. «Меня ждет увлекательное чтение. Черная сотня. Что они сделали для России?» Сергей Степанов. Пятая книга долетела на Камчатку из Санкт-Петербурга. Да. Упакована так, чтобы скрыть достаточно сложно, но в любом случае я добьюсь победного результата. Это пятый том сочинений Иосифа Бродского изданных Пушкинским фондом. Если первые четыре тома вышли огромными тиражами в начале девяностых годов, еще при жизни поэта, то потом дополнительные пятый, шестой и седьмой тома выходили совсем мизерными крошечными тиражами и являются библиографической редкостью. С Богом Орлы, Казаки, Гетманы, Вертухаи, Только когда придет и вам помирать пугай, Будете вы крепеть царапая край матраса, Строчки из Александра, а не брехню Тараса. В пятый том вошли эссе Иосифа Александровича Бродского. И последняя книга, которую я сегодня распечатаю, тоже долетела из города-героя Санкт-Петербурга. Какое же чтение ждет меня в ближайшее время? Сейчас узнаем. Василий Васильевич Розанов Сахарна и обонятельное и осязательное отношения нет. Я не могу вслух произносить название второго произведения, которое опубликовано в этой книге. Обонятельное и осязательное. потому что если произнести вслух нужно сразу рассказывать об одном секретном компоненте, который добавляют в опресноке представители служебного народа. Наконец-то вы узнали правду. Великий русский мыслитель Василий Васильевич Розанов Розанов Вот такие книги я буду читать в ближайшее время. Вот такими книгами я буду наслаждаться. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать о круге моего чтения. пишите комментарии. Ежели вы здесь впервые или не впервые, но попались сюда случайно, то вот эта вот подсказка в правом нижнем углу кадра направит вас на путь истины. Сделали то, что она порекомендовала вам? Молодцы! Теперь вы не пропустите новые видео на моем канале. До свидания! Редактор субтитров Корректор А.Егорова